здравствуйте друзья здравствуйте здравствуйте вот такой у меня сегодняшний аутфит вот так я сегодня выгляжу как в принципе и вчера вот эта кофточка на мне вчера была на мне была вчера язык заплетается кофточка стиле фолк штапельная штапельная вообще классная к телу прилегает штанишки на таком ремяшки ремяшки под змеюку от змеюку подколодную мне некоторая назвать змеюка подколодная но не всегда можем быть доброй надо быть и свой штанишки короткие джинсы штанишки называется скини а туфли белорусские моя любимая белорусская фирма туфли белый белвест называются слепоны вот видите такие слепоны скрипят очень классные удобные вообще обалденные туфли я с их тащусь удобные дырочку ножка дышит дышит так что так вот такой у меня внешний вид друзья и не говорите на меня что я страшная старая бабка да я бабка мне 52 года так что всем бы выглядеть так как я в 52 года вот такое слышите туфли скрипят вот такой прикид вот такая бабка коряпка ну что мы начинаем к здравствуйте здравствуйте дорогие мои я сегодня как регина дубовицкая я сегодня сниму обзор опять на канал на замечательный канал сорокалетний холостяк и паша иванов но тема сегодня будет немножечко другая тема будет сегодня касаться пародий тех замечательных искрометных веселых таких сатирических прямофер ферверичных таких а самое главное добрых добрых пародий которые снимают эти добрые дядюшка и племянник на всевозможные каналы вот понимаете эти пороги у них до того веселые и добрые что петросян нервно курить сторонке петросян просто отдыхает кривозеркальщина отдыхает это не петросяновщина нет это вот что я сегодня в этом образе это просто регина дубовичина регина дубовичина это просто аншлаг роста аншлаг замечательная замечательные пародии понимаете вот дело в том что когда они делают пародии я им хочу кое-что просто предложить кое-что посоветовать немножечко усовершенствовать свои пародии и выйти немного на новый уровень набрать новых подписчиков это это будет шикардос понимаете это будет просто шикардос если они сделают эти пародии вот раньше когда я смотрела на пашеньку у меня сразу ассоциация шла вот знаете с одним мультиком мультик назывался гадкий я вот он очень похож на этого персонажа из мультика гадкий я как говорится гадкий и сладкий а а еще когда он делает пародии на мама отличника до на нашу королеву бояриню нашего российского youtube а мне все время хочется ему скопа что ты бояриню обидел смерть такие ассоциации идут по что-то бояриню обидел смерть и вот так вот его чем-нибудь как царь иван грозный чем-то навернуть но вот смотрите например вот этим вот так а что ты бояриню обидел смерть а а когда смотришь на даничку когда он делает пародию на нинку там еще на кого-то но в основном на нинку вот они с нинкой у них есть внешние данные вот это рыхлость податливости его вот это много общего смотря на даничку я всегда думала боже мой какой пассаж какой актер здесь пропал и думаю боже мой на кого же ты похож на сергея бандарчука нет на юрия никулина нет на кешу а потом потом думаю оля ты что эти же люди данным давно умерли нет и подходит а потом не понимаете как что-то осенило просто осенило на боже мой данечка данюшенька да ты же похож на олега монгола даже не надо искать 10 отличий вот не надо вот это просто одно лицо вот если олега монгола наложить на лицо дани иванова они сойдутся в один в один вот это округлость лица вот эти маленькие глазки понимаете глядя на даню нет глядя на олега монгола вот я сразу представляю как олег монгол выглядел лет десять назад и глядя на данью я тоже будут представляю что когда не будет выглядеть вы понимаете нет предела совершенству данечка если ты будешь продолжать свой образ жизни и дальше ты не будешь выглядеть так как олег монгол через десять лет ты будешь так выглядеть через пять лет и вы знаете даже не через пять лет нет не через пять вот он даже может сделать пятилетку в три года вот как помните раньше в ссср пятилетку обгоним америку сделайте пятилетку за три года вот через три года будет выглядеть также как олег монгол он уже сейчас выглядит так как олег монгол и вы понимаете я очень уважаю олега олега монгола очень и вот понимаете мне нравится олега монгола его такая суровая но добрая улыбка а у данечки такая улыбка как у советского пионера кимуровца вот кажется ему скажут будь готов он скажет всегда готов и побежит бабушку через дорогу переводить со своей чудесной светлой улыбкой он делает чудесные пародия на людей чудесные но я хочу предложить им совершенствовать свой контент вот короче говоря вот как мы распределим роли да как распределим но естественно что олегом монголом будет донюша у нас донюша по внешности по круглости леса они полностью соответствуют друг другу но ведь там же есть еще другие персонажи правильно кто видел этот канал то называется бомж контент бомж контент там есть во первых вы понимаете пашеньки дядюшки даже не надо будет придумать какого-то нового персонажа живаться роль потому что там уже есть персонаж бешеный паша там есть муж и жена иришка чики-пики и бешеный паша вот пашенька может быть сегодня иришкой чики-пики а завтра будет бешеным пашей меняться ролями но ему же не первый раз да допустим сегодня быть мужиком завтра бабой баба мужик мужика баба он же такое есть и вы знаете я думаю что если они сделают пародию на канал олега монгола это будет просто фурор это будет просто фурор я думаю что благодарные поклонники и зрители олега монгола они не просто напишут как поклонники мама отличника написали на капоте машины привет из краснодара они просто на машине вашей написать нет они просто осыпят с ног до головы его машину от колес до крыши лепестками роз лепестками и наверное напишут какими-то золотыми буквами там золотой краской привет от чулымских орков кстати сейчас еще хочу сказать о чулымских орках два слова так что дерзайте нет предела совершенству я думаю что этот контент вам вполне подойдет и кстати вы можете можете даже с олегом монголом попасть видеоклип вы же знаете что олег монгол часто снимается в клипах у александра ревы может быть даже и вас пригласят пашенька и данечка сняться в каком-нибудь музыкальном клипе несмотря на милая личико ты алкоголичка алкоголичка за работе заработаете лишний кинжат я думаю что александру реве тоже может быть даже он посмотрит эту пародию понравится на ему одобрит и он тоже возьмет вас сниматься свой какой-то клип да а почему бы и нет друзья а еще есть у олега монгола такой друга руслан гетельман но в народе их называют семейка чулымских орков наверно тоже многие знают да олега монгола руслана гетельмана вот же опять опять вот абсолютно по фактуре по мягкости тела по рыхлоте по податливости по ширине лица данюша абсолютно подходит на роль руслана гетельмана он будет русланом гетельманом он будет кушать по часам а а папа может сыграть запросто роль там у него мама и папа их называют матя и батя роль и мати и бати так как он прекрасно играет роль дяди а почему бы ему не сыграть роль мати-бати а а еще там есть девушка одна кличка у неё аляй от него почему-то постоянно воняет тухлой селедкой я не знаю но это люди пишут что это воняет тухлой селедкой заодно паша может сыграть роль и аляй и повонять тухлой селедкой я думаю тоже это будет просто фурор просто фурор замечательная замечательная пародия я уже видела в комментариях что им предлагали до предлагали сыграть эту роль а я уже давно им хотела предложить дом эх не успею я не успею и они меня передят и сами это сделают так что пашенька выходи из сумрака данечка выходи из сумрака и давайте вперед пародию на чулымских орков будет чулымскими орками пикерскими тем более данечке он тоже откуда там щуями из какой-то прилетел да кто там уже забыла олег на олеженьку можете сделать пародию а кстати про иришку чики пики вот понимаете когда паша делал пародию на девочку на маленькую до на лисоньку делал пародию он так либо кривлялся назвал и ищадьям ада на девочку шипел там хрипел вот понимаете делая пародию на ришку чики-пики там даже кривляться не надо вот это будет один в один иришка чики-пики а еще хочу и посоветовать это отойдем от темы пашеньки дальнички еще и хочу посоветовать тоже любительницы делать пародии сделать пародию на ришку чики-пики это танюша байки из склеп а из склепа байки из гаража пардон забыла байки из гаража она недавно делала на сайт натали советовую пародию но вы понимаете это как-то не очень смешно было просто было страшно не знаю посмотрела мне стало страшно а вот на иришку чики-пики чики-пики танюша ты можешь делать пародию даже без грима потому что на иришку чики-пики ты похожа один в один жену бешеного паши а кстати но вы можете паша и даня таню пойти из гаража пригласить вот вы будете данечка олег монгол танюшка или иришка чики-пики без грима таня грим накладывать не надо ты так на него похоже а паша будет бешеный паша а кстати еще вы понимаете у чуломских урка там есть еще такой федор кочегар федор кочегар с бешеным взглядом у русла на гительмана вот пашенька ты можешь одновременно быть и матей и батей и федором кочегаром потому что ты же тоже как кочегар ты же тоже бросаешь в топку регулярно даешь стране угля вот будешь и матей и батей федором кочегаром прекрасно это будет просто фурор на российском ютубе да просто будет чудесно ну что все всем сказать ну паша данечка и танечка большой вам привет от меня красавица танечка красавица не делай больше не на советовую это просто отвратительно сделай наришку чики-пики пародию но не гримируйся ты так на него похож ну все друзья пока пока всех целую всех люблю продолжение следует